понесся как фурия а понятно ясно друзья всем большой привет сегодня будет большой ролик про сидираты я вам расскажу в этом ролике для чего все таки правильно применять горчицу масличную редьку и почему лучше иногда заменить горчицу именно на нее для чего нужна гречиха как сидират зачем сеять другие сидираты в том числе подсолнечник и многие другие вопросы а еще расскажу о том почему все-таки сидираты ни в коем случае нельзя считать органическим удобрением поехать итак начнем с того что тему сидиратов на самом деле в большом растеневодстве стали использовать еще лет 40 назад а может быть даже больше тогда на тот момент сидираты засеивали в почву вообще по совершенно случайной причине чаще всего когда осенью сеяли азимы и за зиму они выпадали и получалось так что либо части какие-то выпривали когда весной стояла длительное время вода либо они просто не переносили зиму вымерзали местами и вот остатки тех самых в зашедших весной азимах запахивались в почву и так по сути родилась темы с сидиратами чем же они полезны с общей точки зрения во-первых обязательно следует понимать и помнить что сидираты не являются органическим удобрением их часто называют зеленым удобрением но это не совсем так это не совсем корректно и верно потому что сидираты сами по себе являются растением которым для жизни существования наращивания биомассы этой зеленой необходимо из почвы забрать элементы питания азот фосфор калий и так далее этот фосфор калий и азот которые они забрали из почвы они конечно вернутся со своей отмершей массой который мы запакаем в грунт но далеко не со стопроцентным возвратом поэтому воспринимать сидирата как исключительно удобрение не стоит потому что новых веществ они ниоткуда не возьмут если бобовые культуры еще могут запасти в почву азот они по сути могут считаться единственными настоящими зелеными удобрениями то такие культуры как гречиха горчица и прочее они не вносят новое питание в грунт они лишь могут чуть-чуть сделать более доступным те удобрения которые уже были в грунте или они могут его немножко только достать из нижнежащих горизонтов на самом деле общее большое такое плюсовое полезное свойство сидиратов для грунта это насыщение его органическим веществом если мы высеваем сидираты на огороде где у нас длительное время высаживаются одни и те же культуры причем с постоянной прополкой и рыхление и если вы у себя на огороде осенью убираете абсолютно всю растительную массу вплоть до последнего листочка то в почве в грунте случается дефицит простой легкой органики почвы становится по сути больше минеральной чем органа минеральной и бактериям которые живут в этом грунте становится нечем питаться по идее в природе есть приход и уход органики и когда растение осенью отмеряют они оставляют полностью всю корневую систему внутри почвы и бактерии питаются этими отмерзшими корнями когда мы сеем на участке морковь когда мы выращиваем картофель редис капусту томаты и любые другие культуры получается такая ситуация что мы полностью изымаем растение из грунта и полностью изымаем то питание которое они забрали из почвы и назад его никак не возвращаем сидираты же нам дают легкую вот эту органику которая может питаться почвенная микрофлора и бактерии которые есть там они будут активнее разрушает те минералы этот гумус в котором запасено питание но получается почва может при помощи сидиратов стать чуть чуть более плодородно но обратите внимание что так они будут работать только при ежегодном их использование в течение хотя бы пары лет если вы засеваете сидираты два раза сезон весной и осенью на что влияет еще повышенная микробиологическая активность почвы когда бактерии начинают активно разрушать органику дополнительно в процессе вот этой переработки и разрушения они выделяют в грунт разные вещества кислоты всякие липкие условно соединения которые склеивают кусочки почвы так увесиливается и увеличивается активность дрожжевых червей им становится есть чего съесть появляется органика в почве и структурность почвы улучшается а это нам дает лучшие водопроницаемые способности то есть в принципе сидираты это неплохо но обратите внимание что каждая группа и каждое растение работает категорически по-разному и применяя их неправильно и не на том месте мы можем только навредить нашей почве и так начнем по порядку самого популярного сидирата горчица горчица сейчас на рынке сидиратов занимает наверное 95 процентов ее сеет все после чего угодно не догадываясь о том что в неправильном месте она привлечет нам разных насекомых вредителей частности горчица относится к семейству крестоцветных и это только та культура которая великолепно привлекает на себя всю подряд крестоцветную бложку и если после посева горчицы на вашем участке вся капуста руккола редис разные другие крестоцветные будут в мелкую дырочку не удивляйтесь этому это просто горчица притащила к вам на участок крестоцветную бложку горчица в грунте и вообще на участке выполняет роль такого как бы репеллента от проволочника но привлекает опять же крестоцветную бложку если посеять горчицу после или перед картофелем то на этот участок проволочник просто не придет потому что горчица для проволочника это что-то несъедобное и соответственно насекомый вредитель на этот участок просто не пойдет она не отпугивает физически никакими веществами чем-то другим горчица не убивает проволочника он никуда не девается он просто мигрирует по участку на другое его место соответственно если у вас на участке на одном и том же месте постоянно высаживается картофель и вы засеете туда весной и осенью сидираты тот проволочник который мог бы на это место прийти потому что она была свободна или там был посеян картофель посажен он туда идти не будет потому что в этом месте для него еды нет это также как вегетарианец не пойдет в мясной ресторан потому что для него там еды нет поэтому так мы будем немножко снижать численность проволочника на участке где посажен картофель следующий сидират который также относится к крестоцветным это редька масличная это уже очень интересный и достаточно редкий незаслуженно редко выращиваем сидират у нас вообще в наших краях и местах потому что для многих он был бы прям супер спасением масличная редко идеальный сидират для тяжелых таких грунтов очень сцементированных глинистых почв для тех участков где есть проблема с рыхлением грунта вообще масличную редьку выращивали в аргентине как сидират длительное время выращивали в канаде и собственно оттуда пришел такой вот интересный опыт масличная редька формирует очень толстый такой корень который похож даже на чем-то больше дайкон или на длинный такой вытянутый редис то есть формируется прям такая вот сосулька в почве грубо говоря если достаточно рано осенью посеять этот сидират например у вас участок освободился от там картофеля где-нибудь в конце августа или начале сентября вы посеяли масличную редьку и до ухода под снег есть еще как минимум месяца лучше недель 5-6 за это время масличная редька успеет вырасти сантиметров до 10-15 в длину и этот корнеплод нужно оставить в почве и редька масличная это тот редкий сидират который в почву запахивать не нужно корнеплод должен остаться в грунте в ровно зимой этот корнеплод начнет вообще в беда первых дала шуми сюда с речью сам корнеплод масличной редьки сам ее корень это такой достаточно сочный объект в котором очень много влаги а теперь вспоминаем школьный курс физики зимой в при низкой температуре воздуха в холода вода имеет свойство расширяться так вот та самая редька тот самый корень тот самое сочное такое не что начнет расширяться за счет того что у нас собственно вода расширяется она будет немножко расталкивать почву а у воды невероятная все-таки сила и почва будет сама собой рыхлиться тем более весной когда начнется активное снеготаяние эти места где была вот эта масличная редька она начнет прогнивать и в почве получатся пустоты в эти пустоты заливается опять вода при очередных заморозков весенних эта вода расширяется и почва сама собой рыхлится причем рыхлится она довольно сильно на эту тему есть достаточно много исследований по физике почв когда многие ученые измеряли плотность грунта и она действительно становилась эта почва намного намного более рыхлой поэтому масличная редька вполне себе годный сидират и использовать его можно и нужно следующая группа сидиратов это бобовые они тоже довольно популярны бобовым сидиратом относятся горох относится люпин относится века и разные другие бобовые культуры вот они как раз таки единственные из сидиратов и одни из немногих в принципе из всех существующих в мире растений которые способны как раз таки давать питание почве давать питание будущим своим другим культурам которые будут расти на этом месте за счет симбиоза с бактериями с клубеньковыми бактериями теме которые поселяются на корнях растений формируют вот эти клубеньки запасают азот вообще это довольно интересная тема и происходит так что есть два абсолютно разных организма есть растения есть бактерия они решили сдружиться вместе бактерии поселились на корнях растения растения стала в своей процессе жизнедеятельности выделять разные органические соединения кислоты в почву разные там вещества в почву ароматические всякие соединения бактерии используют это себе в пищу и заодно эти бактерии могут питаться азотом который доступен из воздуха из вот это единственный вообще группу живых организмов которые способны из воздуха добывать азот азота в воздухе огромное количество более 70 процентов и тогда конечно в почву поступает азот за счет присутствия там клубеньковых бактерий на бобовых растениях поэтому бобовые можно использовать лучше всего бобовые использовать на очень мало плодородных грунтах они там будут в большей степени нужны и необходимы плюс обратите внимание что бобовые в отличие от крестоцветных это долго развивающиеся культуры и им нужен больший задел по времени но при этом бобовые еще и всходят гораздо раньше при более низких температурах поэтому первые сидираты которые следует посеять у себя на участке это любые бобовые сидираты кей вам больше понравится у люпина более мощная корневая система века дает достаточно много зелени надземной поверхностной бобы и горох просто еще к тому же очень приятные потому что их можно использовать в пищу причем горох можно даже на зелень срезать это будет типа такой микро зелени или просто ранее самой весенней зелени и удобно использовать такие сидираты на тех местах куда мы планируем посеять или высадить поздно высаживаемые культуры например сорта картофеля которые мы будем высаживать в конце мая или допустим на то место где вы предполагаете высадку рассады томатов перцев и других культур баклажанов в том числе это снабдит почву азотом азот на начальном этапе роста томатов и других растений тоже очень необходим поэтому бобовые размещаем либо на очень мало плодородных почвах либо под целевые культуры на которых нам нужно получить высокую урожайность лучше всего бобовые сидираты сеять именно рано-рано весной сразу после схода снега также обратите внимание что при выращивании бобовых сидиратов заделывать их в почву и запахивать необходимо пока они еще находятся в фазе бутонизации пока они еще не зацвели когда только формируются бутончики следующая очень большая группа сидиратов это злаковые здесь уже очень очень большое разнообразие зависимости от того какая-то конкретно культура если бобовые все работают примерно одинаково тот в злаковых совершенно другая история если вам нужно побороться на участке с сорняками то ваш сидират это рожь потому что у рожь обладает таким очень интересным свойством это по сути растительный такой гербицид рожь это растение которое выделяет корневые выделения от автология получилась который блокирует рост и прорастание семян сорных растений которые находятся рядом с корневой системой ржи рожь можно выращивать как азимой так и яровой сидират то есть ее можно сеять поздно осенью или поздно летом можно сеять рано весной еще обратите внимание что через две недели после запашки сидиратов ржи в эту почву ничего не рекомендуется сеять и высаживать поскольку в почве еще будет оставаться следовое количество вот тех веществ гербицидоподобных которые будут блокировать прорастание семян картофель можно высаживать в такую почву в которой были сидират ржи но зайдет он чуть позднее это норма но количество сорняков реально очень сильный уменьшится поэтому рожь это сидират от сорняков следующая злаковая культура которую тоже часто используют качестве сидираты это овес пожалуй одна из самых частых и распространенных овес имеет свойство выделять корнями соединения которые являются фунгицидными для многих заболеваний то есть овес лучше всего высевать в теплице или в открытом грунте где у вас на какой-то культуре были проблемы с болезнями например томаты болели сильно кладоспориозом альтернариозом и прочим и вы боитесь что в грунте остались следы этих заболеваний на тех участках где был лук пораженный донцевой гнилью и разными другими заболеваниями туда самое место посадить посеять овес посевайте овес весной и осенью дважды за сезон давайте ему отрасти на 10-15 сантиметров запахивайте в грунт и на самом деле на 30-40 процентов количество заболеваний снизится на этом участке где будет постоянно выращивается овес в качестве сидерата если использовать вика овсяную смесь это одно из лучших сочетаний в этом случае в почву вы даете азот и плюс боретесь заодно с заболеваниями которые могут распространяться и сохраняться в грунте еще из злаковых сидератов можно напомнить про пшеницу пшеница также бывает озимая и яровая она выполняет в основном собой роль рыхления грунта за счет своей очень мощной корневой системы и добавления в почву органики для того чтобы бактерии хорошо ее перерабатывали перегнивали и почва становилась более рыхлой но еще раз обратите внимание когда вы запахиваете сидераты в грунт это не говорит о том что вы даете новую органику вы возвращаете в почву то что она взяла но часть при этом никуда не денется то есть грубо говоря это то же самое что взять кредит в банке 100 тысяч рублей и отдать обратно в банк но только уже не 100 а 75 тысяч часть вы не отдадите и в почве происходит такая же история растение сидератные забирают питание из почвы затем его возвращают но они в полном количестве потому что часть фосфора например используется для синтеза а т.ф. аденозин 3 фосфорной кислоты это вещество которое является аккумуляторной батарейкой в растении дает им энергию фацелия и и часто относят к бобовым часто ее относят по действию к злаковым но она не является ни одним не вторым бафа цели это вообще растения стоящие в отдельном семействе в отдельном месте это растение относится к семейству вода листников их раньше фацелию относили к семейству бурачниковых считали что она родственница на ней русской синяка медуницы и прочих других растений семейства бурачникова но она вообще сама по себе стоит фацелия это одно из растений который может снизить количество нематоды в почве золотистые нематоды и разных других ее видов поэтому выращивать фацелию лучше всего на тех участках есть проблемы с нематодой часто это бывает на посадках с картофелем и другими культурами поэтому выращиваем ее по типу как горчица только на местах где нам нужно убрать нематоду и последняя группа сидератов которые не совсем даже являются сидератами это правильно называть их кулисные культуры это подсолнечник и кукуруза которые высеваются осенью или высевается весной но исключительно для короткого периода времени если у вас на участке есть проблемы со снегозадержанием снега на участке остается мало если вам нужно его оставить больше то можно рассчитать и с небольшим расстоянием порядка полутора-двух метров посеять подсолнечник или кукурузы и они будут нам удерживать снег в качестве кулисной культуры они удерживают снег и соответственно почва более напитана влагой весной и растения будут такой почве лучше себя чувствовать и последняя группа сидератов на сегодня это гречиха ну группой называть сложно последний сидерат вообще гречиха оппозиционируется как опять таки почему-то злаковый сидерат хотя он относится к семейству гречишниковых или гречишных и кричиха у нее вообще интересные такие свойства проявляются она одна из вообще полевых культур которые выращиваются в большом сельском хозяйстве в растении водстве которая может увеличивать доступность фосфора из грунта причем есть объективные эффективные и проверенные данные которые говорят о том что если в почву постоянно вносился суперфосфат простой или двойной и на этом грунте выращивать гречиху как минимум раз в пять лет то тот фосфор который мы вносили суперфосфатом для растений становится доступным потому что гречиха своими корнями выделяет выделение корневые которые являются слабо кислыми и вот эти разные кислоты щавелево уксусная там разные другие янтарная и так далее кислота разлагают те самые формы фосфора которые были недоступны для растения и делают его доступным используют для своего собственного питания и возвращает его в грунт за счет разложения своей собственной биомассы поэтому гречиху хорошо использовать на тех участках где вы ежегодно в течение длительного времени выносите суперфосфат сеять ее лучше всего либо поздно весной но в таком случае она подойдет только для тех мест где у вас ничего не выращивается на этот год но бывают такие места на участке либо после рано убираемых культур например если вы рано убрали какую-то зелень на это место можно посеять гречиху в качестве сидирата что-то там еще какая-то мысль умная мелькнула пока про гречиху рассказывала все забыла дорогие друзья краткий вывод по сидиратам сидираты это я вспомнила опять не вывод многие говорят и считают что сидираты достают питание из глубоких горизонтов почвы в которые растения культурные проникнуть не могут здесь я не соглашусь сто процентов потому что действительно в почве в любой почве есть горизонт b он так называется иллювиальный горизонт то есть это то место в грунте ну примерно находится на глубине от 50 до 150 200 сантиметров вниз который много глинистых минералов и в которых иногда остается разные формы подвижных элементов питания они там накапливаются попадают достаточно глубоко но смотрите сидираты мы высеваем достаточно на короткий период времени и запахиваем их почву в тот момент когда корневая система сидиратов проникает максимум на глубину пахотного горизонта то есть 25-30 сантиметров а культурные растения которые мы выращиваем на этом месте например томат или подсолнечник культурный или какое-нибудь другое культурное растение корнями может проникать на два метра и более подсолнечник вообще своим стержневым корнем может доставать до глубины 5 иногда даже 8 метров поэтому это абсолютно неправильно так думайте считать что сидираты достают питание которое где-то там внизу глубоко спрятано культурное растение с этим гораздо лучше справиться дорогие друзья краткий вывод по сидиратам сидираты не являются удобрениями сидираты являются разными ценными агротехническими нам помощниками и выбирайте сидират исходя из своей собственной ситуации каждая группа сидиратов и каждое семейство отвечает за определенное действие поэтому используйте сертификаты ну поэтому используйте сидираты правильно и ваш участок будет здоровый чистый красивый и на нем будут самые вкусные овощи и самые красивые цветы спасибо большое за просмотр оставайтесь с нами пока пока а